МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но тут началась межведомственная чехарда, в которой, с одной стороны, звучат призывы не шельмовать деятельность надзорных органов и не объявлять преступниками тех, чья вина еще не доказана, а с другой – обещание новых разоблачений. Алексей Поборцев попробовал разобраться, к чему дело о крыше идет. Юж, а на какого братья может самую большую ставку сделать? Мы стоим от 300 рублей. Так началась самая крупная за последнее время операция по ликвидации сети нелегальных игровых заведений в Подмосковье. Для проверок в 15 городах Московской области потребовалась оперативная поддержка ФСБ. Что это за денежный средств? Выясните, вы в природу, откуда они появились-то? Центр общественных связей ФСБ сообщил, что преступники получали доход от 5 до 10 миллионов долларов в месяц, а сеть нелегальных казино процветала в Подмосковье около двух лет. Но главное, были выявлены устойчивые связи владельцев теневого и горного бизнеса с руководителями и сотрудниками Московской областной прокуратуры и ГУВД Подмосковья. Обнаружили удостоверение сотрудника подмосковного ГУВД на имя Ивана Назарова и десятки телефонов для конспиративных контактов. Вы это, прям шпионы что ли? В прессу попали фотографии, где Иван Назаров, которому по версии следствия принадлежат как минимум несколько подпольных игровых заведений, обнимается с заместителем прокурора Московской области Александром Агнатенко. На дне рождения Назарова было сразу несколько подмосковных прокурорских работников. Они с удовольствием фотографировались со звездами шансона. Это обыск в галерее «Триумф» в Москве. Здесь находился офис Ивана Назарова. Оперативники ФСБ сообщили находки фотографий и документов Бориса Березовского. Обнаружили даже паспорт бывшего думского спикера Ивана Рыбкина. Раньше в здании галереи был дом приемов компании «Логоваз», которым принадлежала Борису Березовскому. К журналистам попали видеозаписи других оперативных мероприятий, в ходе которых были обнаружены документы, свидетельствующие, что Иван Назаров оплачивал туристические поездки подмосковным прокурором. Например, вертолетная прогулка на Валаам с семьей за 285 тысяч рублей. Появилось сообщение, что зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко отстранили от должности на время служебной проверки, а в ГУВД по Московской области задержали несколько офицеров. Скандал разрастался. Это величайший позор, по большому счету. Когда крышуют игорный бизнес, высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, тем более прокуратура, это, повторяюсь, стыд и позор. И есть масса примеров, подтверждающих крышевание правоохранительных структур. Около сотни только в одной Рязани. В Питере больше 120. Это, я беру, те источники, которые сегодня есть в интернете. А Московская область – это район непуганных коррупционеров. Понимаете, непуганных. Ведь здесь коррупционная ситуация превышает Москву. Почему? Потому что огромные территории, цена земли, строительство, деньги огромные. Казалось, вот-вот начнутся масштабные задержания коррупционеров и возбуждение уголовных дел. Пока не случилось. Прокурор подмосковного Пушкина на суде заявил, что оснований для ареста Ивана Назарова недостаточно. Назарова уже почти освободили, но Следственный комитет срочно возбудил второе уголовное дело. Защищать Назарова взялся один из самых высокооплачиваемых столичных адвокатов – Александр Добровинский. В час дня его освобождали и не освободили, потому что его арестовали при выходе из Лефортово, где, собственно, первый раз должны были освободить и выпустить. Нет, Следственный комитет сказал второе дело. И придумали второе дело. Оно такое же придуманное, как и первое, на самом деле, о чем говорит прокуратура сегодня во всеуслышание. Кто же такой Иван Назаров и почему в суде его защищают и адвокат, и прокурор? Иван Назаров – предприниматель, который занимается игровыми автоматами по всей Московской области и является главным, так сказать, решальщиком от прокуратуры Московской области. На этом посту он сменил Валерия Казакова, с которым я тоже был лично знаком, жители города Пушкина, которого застрелили за полтора года до этого возле здания прокуратуры Пушкина. Днем и вместо контрольного выстрела ему отрезали голову. После зверского убийства предпринимателя Казакова в августе 2008 года Ивана Назарова представили главе Серпуховского района Подмосковья. По словам Шестуна, это сделал начальник 15-го управления областной прокуратуры Дмитрий Урумов. Он занял роль решальщика этого, Иван Назаров, и решал все вопросы. За деньги открыть уголовное дело, закрыть кадровое назначение и так далее. Ланчинский песчаный карьер принадлежит муниципальному предприятию Серпуховские недра. Если работать незаконно, укрывать налоги и скрывать реальное количество добытых кубометров, здесь можно делать неплохие деньги. Шестун утверждает, что Иван Назаров потребовал с него 2 миллиона долларов, а кроме того заявил, что теперь именно он, Иван Назаров, решит, кого назначить новым директором Серпуховских недр. Взамен никаких проблем с прокурорскими проверками и вообще никаких проблем. Александр Шестун все встречи и переговоры записывал, и потом выложил в интернете в виде обращения к президенту. Вот люди пришли устраиваться на должность директора карьера. А вот запись переговоров с Иваном Назаровым. Я, честно говоря, не хотел бы произносить, но я не ошибаюсь, потому что там такая большая цифра была, 2 миллиона долларов, 2 миллиона долларов. Он решает, так сказать, все вопросы. И когда я спросил, можете или нет, он подтвердит ваши полномочия, я пришел к Агнатенко, записался на прием. После встречи с заместителем прокурора области, Александр Шестун перестал сомневаться в том, кто назначил Ивана Назарова главным решальщиком. Администрация Серпухова опубликовала адреса городских нелегальных игровых заведений в российской газете. Но и после этого их закрыть не удалось. Только в одном подмосковном Серпухе в начале февраля работали как минимум 15 подпольных казино. Все они были замаскированы под лотерейные клубы. Местные правоохранительные органы прекрасно знали, где они находятся. После очередного рейда казино на день-два закрывают, потом снова открывают. Местные милиционеры только руками разводят. Уж больная солидная крыша у этих лотерейщиков. И действительно, за областной прокуратурой, как говорится, как за каменной стеной. Пока незаконные горные клубы не работают, но чем закончится эта история, сказать трудно. В минувшую пятницу свое слово сказала генеральная прокуратура. Случился беспрецедентный случай в истории новейшей России, когда постановление заместителя генерального прокурора Российской Федерации об освобождении из ИВС незаконно задержанных граждан не было исполнено. В генеральной прокуратуре считают, что следственный комитет возбудил дело не по той статье. Мошенничество, а нужно было незаконное предпринимательство, за которое не арестовывают. Скандальные фотографии из дня рождения так называемого «Короля рулетки», где расслаблялись сразу несколько областных прокуроров разного уровня, на самом деле еще не преступление. Если бы эти фотографии были на фоне игровых автоматов с большой надписью «Незаконно установлены», я бы вам ответил однозначно. Но и в следственном комитете, похоже, сдаваться не собираются. Готовят новые материалы. На очереди дачный скандал все с теми же фигурантами. В престижном районе Подмосковья, между Рублевским и Ново-Рижским шоссе, построили коттеджи и замодосного прокурора Игнатьенко, и несколько подмосковных силовиков. И здесь же оказался дом предпринимателя Ивана Назарова. Общая стоимость земли дачного партнерства «Силанс» превышает 206 миллионов рублей. Но она досталась силовикам почти задаром. Администрация Красногорского района сдала в аренду на 49 лет участки общей площадью 20 тысяч квадратных метров за 6 тысяч рублей в год. Пока единственный положительный результат скандала вокруг подпольных казино – это то, что нелегальные горные заведения не работают уже неделю. Хотя бы в Московской области. Алексей Поборцев, Константин Мельников и Наталья Войскова, НТВ, Москва, Московская область.